здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы подождем снут я не буду основываться на определенный размер я просто расскажу принцип вот смотрите вот такая тканюшка у меня есть видите вот этот вот как бы как как бы мех но он не совсем мех ну в общем понятное дело можете делать это из флиса и чего угодно ну я вот сделаю такой вот меховой соответственно мой снут и почти моя голова но я чтобы показать чтобы не упустить все нюансы я постараюсь девчонки если вы владеете просто иглой на уровне вязальщицы это значит что вы просто иглой сшиваете свои детали то вам этот мастер-класс как раз подойдет то есть чтобы понять что куда и зачем вот как раз для этого и вот еще одна главная деталь сейчас покажу вам лайфхак смотрите вот открытые срезы которые обычно вот так вот это делается девчонки чтобы по минимуму летали вот эти ворсинки по квартире вот видите все равно это не так-то просто сделать я знаю потому что я шила поэтому я эту ткань безумно люблю она очень приятная к рукам к телу но работать с ней это катастрофа я когда шила куртки я эту ткань оставляла на пятницу и все куртки я шила пятницу чтобы подгадать под уборку ну когда отелье вот теперь мы берем снуд но мы берем как бы нет в этом в состоянии чулка а мы берем в растянутом состоянии потому что вот эта часть у нас потянется до нижняя эта часть она чуть она чуть-чуть и тянется но не настолько насколько сам снут поэтому снут у нас потянется а эту тканюшку мы уже захватом вот так и отмеряем флис тоже у нас эластичный но не настолько насколько вязаное полотно да вот так вот я это ровняют видите как бы потому что поймите когда выпад здесь подащуете снуд он у вас соответственно приобретет объем поэтому вам этот объем и нужен по сути вот видите я как бы измерю чтобы вы ориентировочно это все тоже знали так 30 сантиметров да а или кто вязал снуд кто смотрел видео то он у нас был в состоянии чулка на 24 сантиметра такого спокойно вот он 24 сантиметра то есть на 6 на 12 сантиметров в целом я это все дело растянула теперь мне нужно высоту измерить по снуду теперь я отрезаю эту часть немного как бы с запасом сантиметр где-то не больше тут особо ровной не надо нам линии отрезать под линейку и чертить и резать так я эту тканюшку складываю еще сделаю вам обязательно знаете что хочу сделать детскую шапку шлем вот именно таким летом теплую на землю для денег так теперь я снова сейчас это все дело по весу сам пройдусь вот еще для верности вот возьмите вы это все дело приложите вот смотрите к себе и вот оно так красиво симпатично получается приложите прикиньте прежде вы начнете сшивать далее выбирайте лицевую сторону вот это по сути они двухсторонние эти тканюшки вот здесь они разные да по сути они двухсторонние но в основном в основном своим в основном вот они выглядят по разному вот видите как и здесь здесь такая я не не знаю мне нравится более вот это вот старт хотя может быть даже это вот как не могу с вами не могу даже с вами посоветоваться давайте это сделаю более лохматую сделаем лицевой и теперь что я делаю первым делом я беру икулку с ниткой мне нужно вот эту часть сшить и так мы сшиваем эту часть но сшиваем как сшиваем вот часть с этой стороны оставляем дырку и часть с этой стороны то есть не полностью нам нужна дырка для выворачивания любым удобным способом сшиваем если вы обычным наметочным с меточным стежком и 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 так вот видите одну часть я сшила кусочек сейчас я вам расскажу скажу сколько сантиметров я сшила 6 сантиметров Вот примерно такой же кусочек я с этой стороны сошью тоже. Так, вот она наша заготовка. Видите, с двух сторон я сшила. Теперь нам понадобятся вот такие вот булавки. Нам нужно. Значит, складываем стул таким вот образом, чтобы завязки, то есть передняя часть у нас была вот-вот-вот, вот напротив этого шва. То есть, чтобы впереди у нас все было красиво, чтобы шоу у нас оказался сзади. И вот что мы делаем. Вот так вот совмещаем все красивенько и булавочками прикрепляем, чтобы у нас натяжение, как бы распределение было равномерным. Это можно наметать, можно булавками, в общем, как вам удобно. Вот, смотрим натяжение, чтобы у нас было все равномерно. Лицевая и лицевая сторона смотрят друг на друга, служим лицевой стороной. Так, вот, видите, я прибулавила. Все у нас равномерненько, все красивенько, да? Ровненько. Теперь я беру свою иглу, которую я, которую я сшиваю, и по кругу все это дело сшиваю. Опять же, не спеша, потихонечку. Вот как вы сшиваете вязаные детали, точно так же вы сшиваете эти детали. Можно, кстати, на машинке, тоже не вопрос, девчонки. У кого есть машинка, вы здесь можете все прострочить. Я просто показываю так, чтобы сам процесс и что куда, и как подвернуть, завернуть. Сейчас оно еще будет, чтобы у нас все было красиво. Вот, а на самом деле это все можно сделать на машинке, у кого она есть, и кто ею, как бы, умеет на ней ездить. Вот. То можно прошить, либо кого-то попросить, вот, прострочить просто. Вы скажете, что куда, и все получится. Я же просто сшиваю иглой, потому что, чтобы вам было понятнее. Так, и вот так вот постепенно продвигаюсь по кругу, снимаю булавочки, по кругу так и двигаюсь. Так, смотрим, девчонки. Видите, все, все, все я подшила. Теперь, мы выворачиваем на лицевую сторону. Далее. Выворачиваем как бы вовнутрь эту нашу подкладку. Здесь надо хорошенечко выровнять этот наш шов, который мы сделали. Так вот, будет проще, если мы... Смотрите, что я сделала. Я сложила сам снуд пополам. А, это отвернуло... Как бы, и теперь нам нужно эту, эту часть тоже вот таким вот образом сложить. Чтобы все у нас было как бы равномерно, нигде у нас не было перекручено. Проверяем, чтобы все было гладко и понятно. Теперь нам нужно, пока дырка не нужна, нам нужно, чтобы это все дело шло внахлёст, да, на мех наш снуд. Где-то максимально на сантиметр, не больше. И вот так вот мы тоже булавочкой прикалываем. Зачем нам нужна дырка. И вот все, мы булавочкой теперь тоже сколем. Видите, вот максимально на сантиметр, чтобы у нас здесь был как бы нахлёст. Ни в коем случае не цепляемся за низ, только вот эти вот скалываем, эти две детали. Верхнюю и нижнюю. Верхнюю и нижнюю. Верхнюю и нижнюю. видите цеплять через дырку вот зачем нам нужна эта дырка чтобы мы потом пробрались сюда вот видите прошла себя по кругу все прибавила теперь и по сути можно это нами не нужно нам таки нужно оставить пока чтобы мы могли через вот эту дырку рукой пробраться туда сшивать теперь я начну прям отсюда вот так вот проберусь не начну тут у меня красивое место начну отсюда чтобы узлов не видно было так и вот точно так же только вот в краешек этой детали мы пришиваем соединяя верх и низ то есть этот мех и основную деталь либо флиз девчонки любая трикотажная тканюшка подойдет даже не знаю даже старый джемперочек можно разрезать либо толстовку старую ненужную и подшить и все будет очень даже хорошо вот так вот по кругу через дырку я туда пробираюсь вот дальше я буду вот так вот рукой тоже видите через дырку держать вот это и сшивать вот по кругу по кругу здесь уже дырка с этой стороны как бы вход вы увидите когда вы это будете держать в руке то вы поймете да вот сейчас ты вот так вот передвигаетесь 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 то есть щете до половины потом достаете руку продеваете с этой стороны вот продеваете ищете дальше продолжаете пока у вас не закончится этот шов по кругу вот сшиваем продолжить и так вот смотрите я пришила по кругу осталось у меня только вот эта вот дырка сейчас я отворачиваю то есть сначала мы пришили вот этот вот вниз почему низ потому что видите здесь у нас такой грубоватый шоу что нам не помешает как бы внизу а здесь нам его нужно от максимально как бы так так сделать нежно вот поэтому сначала надела вниз потом мы делаем вверх теперь что мы можем сделать еще мы можем вот здесь вот прошить до чтобы стяжка у нас не чтобы это место у нас не двигалось но я этого делать не буду не хочу а вот и по сути нам осталось девчонки то есть вот все на этом этапе я заканчиваем единственное что нужно сделать зашить вот эту внутри дырку сейчас вам покажу как ее зашить значит таким вот образом берем иглу проходим про продеваем изнутри узелок у нас остается внутри и здесь вот таким вот образом хватаем с одной стороны с другой стороны она будет вот так вот стягиваться все спрячется в мехах жива видно совершенно не будет не боимся этого даже в куртках я это все делала вот так вот ручным способом вот видите меха сшиваются прекрасно и прекрасно все даже видите я шью контрастной нитью ну темнее намного ее там не видно вот девчонки такой вот способ шлем конечно детский будет немного посложнее но в принципе тоже все осуществимо и знаете как моя бывшая сей кров говорила первый раз всегда страшно вот когда вы сделаете один раз второй раз уже будет проще проще третий раз вообще легче проще простого или как правильно сказать вот поэтому первый раз всегда на пляжном а потом она все очень легко получается так все мои хорошие вот он выворачиваем я же говорю еще можем пройтись вот под этим как бы захватить вот это захватить как как сказать захватить пройтись в общем повод и под под вот этим шнурку чтобы вот эта часть у нас была такая прихваченная скажем так вот девчоночки сейчас видите вот оно само по себе завернулась внизу само по себе отвернулась все равно я в этих волосенках всех нужно отвернуть наверх да как хотите как вашей душе угодно то есть вы его будете носить по мере во-первых под одежду определенную его можно приспособить да и под ваше настроение все девчонки на сегодня все вот такой вот теплый снудик уютное у нас совсем зимний русский вот а я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока пока